Итак, следующая часть, кажется, девятая, того же самого цикла про обсуждение философии и практики традиций чистых земель в индо-тибетском буддизме. В предыдущей части мы говорили о разных общих соображениях, связанных с буддийским представлением о карме, и в частности рассмотрели четыре общих свойства кармы, как они описываются в традиции Ноланды, и способ медитации на этой самой карме, который мы разделяем здесь на два. Первый способ, более формальный, подразумевает, что мы аналитически осмысляем четыре общих свойства кармы и развиваем убежденность относительно них, проистекающие из логического осмысления. Второй способ подразумевает, что мы учимся воспринимать саму реальность как кармическую проекцию, что может быть существенным образом отличается от привычного нам мировосприятия, где мы по привычке думаем, что все происходит из внешних объектов, шоколадный пирог по природе своей является источником счастья, этот ужасный человек, который мне говорит неприятные слова, это источник моего страдания и так далее. И все это, разумеется, происходит со мной потому что потому. Может быть, в силу косней творца или в силу того, что вообще все это случайным образом разворачивается, или, может быть, творец хотел как лучше, но бесы, бесы все не отступают, терзают, терзают меня и всех окружающих, ну или еще по всяким разным причинам. Здесь совсем другая логика. Все это кармическая проекция. Она представляет собой лишь набор разных уровней субъективности. И эти уровни субъективности могут быть более или менее достоверными. Мы можем их подвергать разным уровням проверки и анализа. И мы можем, например, какие-то грубые наслоения, которые наш ум совсем уж напрасно проецирует, которые нас совсем по-напрасну тревожит на повседневном уровне, отсечь с помощью практики популярной осознанности. Просто осознавая то, что реально проявляется на уровне зрения, слуха, запахов, вкусов и тактильных ощущений, без того, чтобы слишком много на все это дело проецировать. Даже на этом уровне мы отрезаем уже какой-то слой кармических проекций. Но очень-очень незначительные, откровенно говоря. Потому что если мы устраним вот эти грубые концептуальные проекции на зрительные объекты, запахи, вкусы, звуки и так далее, и все равно и дальше продолжим верить в истинность и объективность всего, что осталось, мы не особо продвинемся к тому, чтобы понять взаимозависимость и пустотность. К тому, чтобы понять, с одной стороны, кармические взаимодействия, которые определяют наш опыт, а с другой стороны, их пустотность от неотъемлемого существования. Поэтому нам необходим этот более глубокий уровень, где мы учимся видеть все с точки зрения кармических видимостей. Или, если опять-таки вспомнить упрощенную цитату, все воспринимать как кармические пузыри. И себя, и других. И себя, и реальность. Не в том смысле, что это все хи-хи-ха-ха, мы просто кармические пузыри, поэтому делать ничего не надо. Странный вывод. А в том смысле, что поскольку мы кармические пузыри, у нас есть возможность понемногу расклад цветов на этом пузыре изменить. Взаимодействие с содержимым своего ума, в первую очередь, и искусное взаимодействие с внешней реальностью, мы предопределяем то, каким этот кармический пузырь окажется через энное количество минут, часов, дней, лет и так далее, не говоря уже о последующих жизнях. Одна, опять-таки, из упрощенных моделей, которые мы здесь можем просто для собственного удобства использовать. Это модель о том, что у нас есть некий пластилин, из которого вылеплена вся наша реальность. Пластилин материальный и пластилин умственный. Потому что, как мы знаем, с буддийской точки зрения все делится на материю и сознание, а также абстрактные составные явления третьей категории. Материя состоит из пяти элементов с буддийской точки зрения, и пять элементов — это не то, чем повелевают, не знаю, владыки стихий, а сущностные функции материальных объектов, в частности, твердость и прочность в случае с землей, текучесть в случае с водой, подвижность в случае с воздухом, тепло в разных его проявлениях, от очень холодное до очень горячее в случае с огнем, и способность смещать в случае с пространством. Вот эти пять функций материальных явлений называются пятью элементами. Не то, что мы себя обычно под этим в западном понимании представляем. Из них вылеплена вся материальная реальность. Все в материальной реальности обладает этими пятью свойствами в каких-то их соотношениях. И наша умственная реальность также есть сознание, не только наше, но и сознание в целом, которое не состоит из пяти элементов, зато состоит из двух других вещей — ясности или светоносности и познающести. Про это мы подробнее говорили множество раз. В конечном итоге опять-таки продвинутые учения, такие как «Великое совершенство» утверждают, что пять материальных элементов в конечной своей природе сводятся к пяти аспектам сознания, так называемым пяти светам. Но на уровне будничного анализа и на наших начальных этапах пути это для нас мысли не вполне актуальны, или, может быть, актуальны, но на долгосрочную перспективу. Сейчас бы нам скорее понять, что в целом, с точки зрения буддийской модели, именно карма определяет, как пластилин материи и сознание организуется, какие формы он принимает. В конечном итоге есть полностью не обусловленный этими вещами кармой уровень, как мы уже упомянули, осознавание само по себе. Можно отдельно рассуждать, является ли оно пустотным, в каком смысле и так далее. Это другой совсем вопрос, который на другом уровне исследуется. Но просто само осознавание не определяется кармой, в то время как конкретные конфигурации, такие как умственные видимости, умственные голограммы и то, чему они, грубо говоря, могут соответствовать с точки зрения материи, это все кармой обусловлено. И здесь опять-таки весь этот пластилин, или как мы могли бы это назвать очень абстрактный, мистический, вся эта энергия, энергия материи, энергия сознания принимает конкретные конфигурации в силу нашей кармы. То, что мы сейчас из себя представляем, то, что мы сейчас о себе думаем на основе этого самого представляем, плюс то, что нас окружает и то, что мы об этом окружающем думаем, то есть все условно-объективное и условно-субъективное предопределено кармой. Даже на уровне установления и пометования на теле мы видим эти два аспекта. Объективное в теле — это ощущение, условно-объективное. Ощущения как бы предстают перед умом, это объект ума. Чувство комфорт-дискомфорт-нейтральное относительно этих ощущений — это субъективная сторона. Чувства не предстают перед умом, ум порождает их в ответ на объект. Но и ощущение, и чувство комфорт-дискомфорт-нейтральность — это порождение кармического отпечатка в рамках этой самой модели. Все это вылеплено из этой кармической энергии. И дальше такие развернутые и сложные системы, как кала-чакра, некоторые другие, некоторые учения о великом совершенстве, могут объяснять такие сложные концепции, как витра, карма и так далее, объясняя, как материя и сознание в конечном итоге между собой должны взаимодействовать, чтобы была порождена эта конкретная реальность. Потому что можно исследовать много интересных философских вопросов. Например, когда Иосифович Тадалалама говорит, что когда с дерева падает лист, это не обусловлено кармой. Это обусловлено физическими законами. В этом есть, разумеется, своя логика. Но мы дальше можем поставить следующий вопрос и перевести анализ на другой уровень, который ни в коей мере не противоположен первому. Задав вопрос о том, а является ли тогда падение всех листьев со всех деревьев тоже чисто следствием физических законов. Ведь это видимости, предстающие перед живыми существами. То, что с дерева упал один лист, может быть, не повлияло на мои субъективные переживания. Но если со всех деревьев попадают все листья, это очень существенно скажется на нашем коллективном индивидуальном психологическом благополучии. Поэтому здесь связи настолько глубоко и тонко переплетены, что всегда можно еще немножко глубже погрузиться и еще глубже это все проанализировать. Но в конечном итоге важно просто осознавать, все это вылеплено из нашей кармической энергии, все это проявление или конфигурации материи и сознания, с которыми мы имеем дело. И у нас есть контроль над тем, какие конфигурации энергии и материи в будущем наше сознание будет проявлять. Собственно, в рамках этого да устремляя, скажем, тому чтобы переродиться в чистой земле или проявить чистые земли на уровне своего опыта уже сейчас, мы устремляемся, попросту говоря, к тому, чтобы всю материю, которая исходит… своей собственной материальной энергии, можно так сказать, те материальные энергии, которые неразрывно связаны с нами, преобразить в чистую землю, а свое сознание преобразить то сознание, которое пребывает в чистой земле и ее осознает. Это, грубо говоря, известный некоторым параллельный анализ субстрата и субстратного сознания, тхармадату и тхармакай, то есть сознание и простора, которое это сознание заполняет и осознает. Двух неразрывных компонентов, которые как раз-таки во всяких продвинутых учениях, вроде учения о пустотности, о великом совершенстве, о великопечати, подробно анализируются. На очень простом уровне смысл в том, что мы свои собственные энергии стараемся привести к этому состоянию чистых земель. Соответственно, что подразумевает, что и мы как существо будем проявляться в совсем иной форме, и сознание наше будет иметь совсем иную конфигурацию, гораздо более близкую к просветлению на временном уровне и полностью просветленную на окончательном. Так что здесь карма, разумеется, опять-таки имеет очень большую роль. Хотя с функциональной точки зрения мы можем думать, ну достаточно просто собрать четыре причины, или там вообще сосредотачиваться все время на повторении имени Будды Амитабхи, и ты перерождишься в Сухавати, и это может сработать, разумеется, иначе бы животные не перерождались в чистых землях благодаря помощи других существ. Но в конечном итоге, если мы хотим всю полноту внутреннего содержания этих вещей увидеть, вот этот уровень анализа нам может быть очень-очень необходимым. И он также интересным образом необходим для того, чтобы мы справились с третьей и четвертой целями, которые перед собой ставим. Где третья цель — повысить уровень своего субъективного благополучия, четвертая — преобразить в социум, так что он стал более гармоничным и дружелюбным по отношению ко всем, а не только элитам. В рамках этого, со всем этим общим кармическим анализом, мы дальше начинаем смотреть на конкретику, связанную с разными, как мы в аналогии это назвали, видами апельсинов. Помимо кармы, у которой есть общие свойства, которые характерны для всех видов кармы, есть конкретные, разумеется, виды кармы. Есть карма, связанная с таким действием, я, связанная с кармой с таким действием, и это всё тоже полезно и интересно, может быть, рассмотреть. В особенности потому, что пока мы развиваем это своё глобальное восприятие всего как кармического пузыря и учимся с этим работать, и за счёт этого даже приходим к пониманию пустотности. А здесь можно сказать, что, кстати говоря, учение о карме — это ещё одна единица, которая может быть системообразующей. Если бы мы взяли учение о карме и размышление о карме и работу с кармой в качестве одного звена и выстроили вокруг всего этого всю свою практику, это опять-таки была бы точно такая же совершенная система, как и в случае с ума неподмыхом и чистыми землями, и любящей добротой, и всем остальным, что мы в предыдущей лекции перечисляли в качестве примеров. И примеры таких практикующих опять-таки есть. Здесь, пока мы к этому продвигаемся в долгосрочной перспективе, нам нужно немножко разобраться с тем, что происходит здесь и сейчас, чтобы не сделать, по крайней мере, существенно хуже, чтобы сохранялась наша возможность продвигаться хоть как-то по пути, развивая это своё восприятие взаимозависимости и пустотности и всё остальное. Поэтому-то и объясняется вот это учение, так называемые конкретные детали, которые связаны с кармой. И они сводятся, как правило, к двум классическим вещам, которые являются общими для всех уровней буддийского учения в целом. Так называемое то, что нужно отбросить и то, что нужно осуществить. Фраза, которая повторяется на всех уровнях буддийской дхармы. Словно говоря, если мы изучаем любое буддийское учение, какое угодно, учение о достоверном познании, учение о пустотности, учение об умственных факторах, любое, насколько бы оно ни казалось нам абстрактным или практичным, чисто теоретическим или применимым на практике, оно должно обязательно приводить нас к пониманию того, что нужно отбросить и что нужно осуществлять. Если мы 40 лет изучали про мановартику и не поняли, что нужно отбросить и что нужно осуществлять, мы зря изучали, откровенно говоря, с практической точки зрения, буддийскую дхарму. Мы, может быть, способны о ней рассуждать и объяснять логику, последовательность и так далее, но мы не ухватили сущностный пункт, практическую применимость. Практическая применимость всей дхармы в том, чтобы нас научить, что нужно отбросить, то есть от чего нужно отказаться, и что нужно осуществлять, то есть что нужно делать. То есть здесь главный вопрос во всей дхарме, как мы помним, в том, собственно, кто виноват и что делать. Кто виноват, это от чего нужно избавиться, что делать, что нужно осуществлять. Четыре благородные истины, как мы помним про это. Существует духа, кто виноват, омрачение, а не благая карма, возможно освобождение. Что делать? Нужно пройти благородным восьмеричным путем. Логика очень простая. В рамках этого, смотря на то, кто виноват и что делать применительно к карме, мы смотрим на 5 ключевых пунктов, которые на практике нас должны заинтересовать. Во-первых, мы должны отказаться от неблагих, так называемых путей действия. Путями действия здесь называются 10 наиболее привычных для нас моделей поведения, которые называются именно путями действия, а не действиями, потому что три из них не являются, собственно, действиями. Они осуществляются только на уровне ума. Иногда для простоты это просто называется действие. 10 благих действий, 10 неблагих действий. Но это не точный перевод, не точная интерпретация, потому что на самом деле это именно пути действия, как бы тропинка, которая нас подведет или могла бы подвести к совершению действия. В трех случаях она не заставляет нас совершать действия, хотя мы можем совершить действия. В семи случаях она именно подводит нас к совершению конкретных действий. Но чтобы обобщить вот это подведение и неподведение, мы все это называем путями действия. И это рассматриваем в качестве примера, зная, что, на самом деле, конечно, действий бесчисленное множество, невозможно их все даже обобщенно было бы перечислить, но хотя бы с чего-то нужно начать, с этих десяти. Так вот, смотря на эти десять благотворных и неблаготворных примеров, путей, мы думаем о том, что что-то можно отбросить, неблагое. А что такое неблагое в данном контексте? То, что приносит страдания или духу, созревает в качестве следствия, как духа. Что еще можно сделать? Можно практиковать или осуществлять, или накапливать благое. То есть то, что созревает как сукха, как блаженство, счастье, радость, комфортное переживание. Понятное дело, нужно все плохое убрать понемногу, все хорошее накопить. Логика нам ясна из самых разных областей жизни. Дальше. Мы уже успели насовершать всякого этакого, и нам нужно это всякое этакое очистить, насколько возможно, чтобы оно не успело созреть, как наше страдание. Или если и успеет созреть, то, по крайней мере, созрело бы не в таком глобальном масштабе. Стало быть, очистить или ослабить уже имеющееся неблагое накопление. Дальше. Усилить уже собранные благи, отпечатки. Мы хоть сколько-то добродетелей совершали, и в этой жизни, и в прошлой жизни хоть сколько-то запасов, так скажем, кармического позитивного топлива у нас есть. Но сколько? Большой вопрос. И в каком порядке оно будет созревать? Тоже большой вопрос. Стало быть, не дурно было бы приложить усилия к тому, чтобы все хорошее усилить. И, наконец, последний пункт, который не всегда объясняется в этом конкретном контексте, иногда переносится в раздел, уже посвященный именно махаянской практике. У нас полно действий, которые не являются ни особо благими, ни особо неблагими. Как мы упоминали в прошлой части, в Восте, что Дуджом Римпоче примером таких действий называл употребление пищи и простое блуждание. Хотя и то, и другое может содержать определенные компоненты недобродетели, и реже добродетели. И в целом, ну, по сравнению с нашими активными действиями разного плана, эти действия могут условно считаться нейтральными. Но их неопределенные нейтральные действия мы можем преобразить в благие. Потому что чего же добру пропадать? В рамках этого цитата из слов Кадмасамхавы, обобщающая вот эти конкретные учения относительно кармы. «Какой смысл достигать счастья в этой жизни посредством дурных деяний, что во множестве последующих жизней приведут к несчастью? Эта жизнь коротка, всего несколько месяцев или лет, а сколько продляться будущей жизни, не определить. Таким образом, способ сделать собственные иные жизни счастливыми и свободными от боли в том, чтобы взяться за добродетели и отказаться от дурных дел». Это как бы обобщение практической применимости кармы для тех, кто не катится пока, может быть, условно говоря, даже к чистым землям, или освобождению, или пробуждению, а по крайней мере хочет иметь хорошее следующее перерождение, даже если они в чистой земле. И опять-таки идея, разумеется, революционная, потому что количество людей, которые на нашей планете сознательно воздерживаются от неблагих действий, которые могли бы в этой жизни принести незамедлительное удовольствие, из соображений, связанных с кармой, очень-очень невелико. Таких людей очень мало, откровенно говоря. Их мало даже среди буддистов. Есть параллельная система, где люди... Ну, условно говоря, если бы ту систему, где за хорошие дурные деяния вознаграждает или наказывает Творец, если бы мы объединили ее с кармической системой, даже при этом количество людей, которые бы как-то соизмеряли свои действия, их нравственные измерения с этими критериями, все равно на планете, как мы понимаем, было бы очень-очень незначительно. Большинство людей так не мыслят. Иначе мы никак не могли бы объяснить себе невообразимые в наших самых страшных снах масштабы коррупции где угодно. Ну, как бы невообразимо, как можно было бы украсть столько, например, денег или ресурсов, если кража всего одного, не обладающего особой ценностью объекта в следующей жизни, может принести как минимум изнурительную бедность, где ты не можешь найти даже чашку риса. Не говоря уже о том, что это же неблагое действие может породить рождение в царствах, где претерпеваются чудовищные страдания, например, нестерпимые страдания от голода и жажды, на протяжении множества жизней подряд. Не говоря уже о том, что даже если всех этих следствий каким-то образом удастся избежать, или даже когда они будут исчерпаны, все равно окружающая среда, например, будет скудной и лишенная особого количества ресурсов. И что самое страшное, в потоке ума будет сохраняться привычка к тому, чтобы красть, которая может проявляться либо в сознательной форме, либо как такие навязчивые и труднопреодолимые вещи, как клептомания. Одно единственное действие, где мы крадем, не знаю, шоколадку, совершая это как намеренное сознательное действие, радуясь потом тому, что мы украли и так далее. Если даже одно такое действие с незначительным объектом обладает такой силой, как можно себе представить, что человек, живущий в соответствии с этим побуждением, мог бы, и человек, искренне практикующий христианские учения об этике, виски, буддийские, мусульманские, какие угодно еще, мог бы искренне совершать эти поступки, представляя космичность, глобальность последствий этих самых действий. Невообразимо. Именно потому, что это невообразимо, мало кто этому и следует. Тем не менее, если мы, разумеется, хотим практиковать дхарму в целом и буддийскую дхарму в частности, все дхармы, буддийская, небуддийская, даже светская, даже материалистичная, однозначно призывают нас к практике нравственности, практике этических принципов. Собственно, дхарма материализма в основном сводится к практике чисто нравственных принципов. Она не уделяет особого внимания сосредоточению и мудрости. В какой-то степени это тоже там может присутствовать, но минимальный. Нравственность — ключевой компонент. В то время как, скажем, для дхармы буддийской и для дхармы христианской, сосредоточение и мудрость также играют довольно большую роль. То есть здесь этот компонент общий. И в рамках этого, задумавшись об этих словах под Масамхавы, мы опять-таки начинаем с того, чтобы начать соизмерять с ними своё повседневное поведение. А для этого мы упражняемся в осознанности и бдительности, или пометовании и самонаблюдении — это одно и то же. Два разных варианта перевода названия этих двух умственных факторов. И на основе этого начинаем понемножку перекраивать свою жизнь. Воздерживаемся, используя самонаблюдение и пометование, от конкретного действия, зная, что оно принесёт в будущем страдания. Даже если оно сейчас обеспечивало бы нам незамедлительное преимущество. Неизамедлительное удовлетворение наших нынешних семиминутных желаний. Как раз-таки тема про скачивание нелегального контента — это здесь очень хороший пример во многом, потому что, как отметил как-то один из гостей Мирианового аббатства и шравости, с которым мы связаны, объясняя, как бы, высказывая свои идеи на эту тему, когда, зачем я TopTension Drone попросила несколько человек высказаться на счёт вот этого конкретного действия, как он отметил, когда я честно смотрю на свой ум, то понимаю, что единственное, в силу чего я оправдываю действие нелегального скачивания контента, в том, что настолько сильно моё желание незамедлительно этим контентом воспользоваться. Получить семиминутное удовольствие от того, что я хочу послушать эту музыку или посмотреть свой фильм. Этот фильм. И зачастую, когда мы начинаем даже вести этот диалог с друг с другом, сами с собой или кем-то ещё, инстинктивный, немедленно проявляющийся, неподвергаемый сомнению ответ состоит в том, что «ну как же, я же не могу другими способами найти эту музыку». Без того, чтобы даже возникла мысль о том, что, может быть, можно и без неё прожить, с учётом того, что присвоение её как объекта неданного, свободно, легально и так далее. Будда уточнял много соображений относительно того, что здесь легальность определяется легальными рамками конкретного географического сообщества и всё такое прочее. Там очень много отдельных вещей, которые подробно рассматриваются в учениях Венея. Даже безотносительно всех этих тонкостей наш незамедлительный ответ, и это должно указывать нам гораздо даже больше на проблемность этого вопроса, в том, что для нас немыслимо отказаться от своего желания послушать эту музыку или посмотреть этот фильм. Или прочитать эту книгу под Харми, с учётом того, что у нас и так на полках 45 тысяч книг под Харми, которые мы никогда не прочтём. И мы даже не можем остановиться и подвергнуть сомнению этот ответ. И уходят годы на то, чтобы к этому прийти. И тогда, когда мы к этому пришли, через годы смогли сказать, о, а может быть, я могу практиковать удовлетворённость. Тоже одна из важных буддийских практик. Может быть, если я не могу в рамках своей нынешней кармической конфигурации свободно получить эти ресурсы, которые, скажем, в Штатах заполучить очень легко, словно говоря, я не могу, скажем, купить этот альбом здесь, потому что он легально здесь не продаётся, а в Штатах он продаётся на каждом углу, предположим. Или в Японии. Что ж, сам тот факт, что я нахожусь в условиях, где мне недоступен объект моего желания, уже порождён моей предыдущей кармой. Я создал карму для того, чтобы жить в условиях, где у меня ограниченные ресурсы, где мои желания не исполняются незамедлительно. Если я рассуждаю логически, единственная причина, в силу которой я в этой ограниченной среде, состоит в том, что я в прошлом совершал действия и порождал намерения, которые были как раз-таки связаны с присвоением неданного и всем таким прочим. Если я продолжу катиться по этой же самой дорожке, то в будущем мои ресурсы будут только ещё больше ограничиваться. Или если я продолжу лгать в обществе, где я жалуюсь на то, что меня окружают лжецы, то я буду оказываться в среде, где всё ещё больше лгут и всё вообще построено на лжи и так далее. Но мы и так не мыслим, опять-таки. И поэтому, описывая эти 10 благих и неблагих действий, Будда, последующие мастера, такие как Нагарджуна, призывают нас не только к тому, чтобы понять, ну да, надо отказаться от убийства и совершать вот это, но и к тому, чтобы вот этот более глобальный анализ развернуть. На примере этих действий увидеть, как из них разворачивается наша кармическая проекция. Потому что это существенным образом затем меняет наше поведение, третий пункт из четырёх наших целей, наше личное благосостояние, что очень значительно сказывается на уровне социума. Потому что, как мы понимаем, даже если бы в рамках одного социума все практиковали панча-шилу, так называемого, пять нравственных принципов, безотносительно веры в Будду, Дхарму, Санку, Иисуса, Аллаха и что угодно ещё. Если бы все между собой договорились не убивать, не брать неданного, не врать по-крупному хотя бы, не изменять своим партнёрам и не употреблять интоксиканта, или хотя бы употребляя их не до свинского состояния, мы не можем себе даже вообразить, как бы выглядел такой мир. Не можем себе представить социум, в котором все члены практиковали бы панча-шилу. Мы не можем зачастую даже один буддийский центр, например, представить, где бы все практиковали панча-шилу. Потому что даже в рамках любого буддийского центра, центра-центра-центра-центра-центра-центра, все кто во что гораст. Не только с точки зрения настроема, но даже с этой точки зрения, с точки зрения панча-шилы. Поэтому буддийские монастыри – это удивительное, и не только буддийские, христианские, тоже вообще любые монастыри с сходным укладом жизни. Это что-то очень необычное для нас, невообразимое. Это сообщество людей, а в Тибете монастырские сообщества могли включать до нескольких тысяч человек, компактно проживающих в одном месте, где все члены практикуют одинаковый набор этических принципов. Десять принципов, как минимум, в случае с монахами, в случае с полностью посвященными монахами и монахинями больше, пять в случае с мирянами. Недавно разрушенный китайским правительством Ларунгар, частично разрушенный, великое поселение практикующих в восточном Тибете, которое создал Кенпо-Джигми Пунцок, включало до разрушения десять тысяч компактно проживающих, практикующих тхарму, большинство из которых были монахами и монахинями, то есть как минимум десять универсальных нравственных принципов, меньшинство мирянами, как минимум пять. Как минимум все практиковали эту панчешилу. Если бы мы представили, какой была бы Москва, не знаю, район Марина, или один хотя бы мой дом, если бы все там практиковали эти принципы, это вещи для нас пока космические. Но следующий вопрос, который мы ставим, а как моя будет жизнь выглядеть, если я буду эти вещи делать? Буду воздерживаться от десяти неблагих путей действия, то есть от отнятия жизни, так называемого убийства, присвоения неданного, что часто называется воровством для простоты, но техническое определение такого, присвоения неданного свободно его законным владельцам. Недоброе, немудрое сексуальное поведение, которое в основном относится к измене, измене в рамках устоявшихся взаимноосознанных отношений или отнятию чужих партнеров. Дальше четыре действия речи. Ложь, речи, сеющие вражду, грубая речи, пустая болтовня. И, наконец, ум. Как раз-таки те три аспекта, которые не являются действиями, поэтому и называются путями действия. Это умственные состояния. Алчность, когда ум преисполняется желание завладеть чьим-то чужим объектом. Преисполняется очень мощно. Не просто, ой, как здорово, что у тебя есть эта розовая кофточка. Активное желание должно пронизать ум. Залонамеренность, когда ум преисполняется намерение навредить. В этом разница между алчностью и залонамеренностью. В случае с алчностью ум должен преисполниться просто желание. В случае с залонамеренностью должно быть именно намерение навредить. И в том, ни в другом случае не должны следовать необязательно затем возникновение каких-то действий, чтобы вот эти пути действия в уме проявились. И, наконец, ошибочные воззрения, которые в основном относятся к активному отрицанию причин и следствий, а также таких вещей, как существование трех драгоценностей будут хармы-санки, которые должно быть, возможно, логически вывести. Просветление, перерождение. В основном вот эти вещи, потому что хотя… В основном вот эти действия, потому что хотя… Разумеется, отсутствие понимания пустотности — это ошибочное воззрение, вера в самобытие явлений, или вера в фиксированную, постоянную, единичную, несоставную душу и так далее. С точки зрения будильской философии — это ошибочное воззрение. Эти воззрения этерналистского характера здесь оказывают гораздо меньшее влияние, чем нигилистические воззрения, которые только что были перечислены. С этими действиями все очень подробно объясняется в соответствующих учениях. Объясняются кармические следствия каждого из них. Говорится, например, о том, что действие убийства или отнятие жизни должно для того, чтобы быть полным или образовать завершенную карму, должно включать такие-то компоненты, и оно приводит к таким-то вот последствиям. Все это подробно объясняется в коренных текстах и в комментариях. Поэтому мы не будем на этом особо подробно останавливаться. Материалов на эту тему очень много. Достаточно вообще присмотреться к этой общей логике. И помимо этих неблагих действий, мы также параллельно сразу рассматриваем противоположные им действия благие. Почему? Потому что одно нужно отбросить, другое нужно осуществлять. Верим мы, точнее говоря, устремляемся ли мы к тому, чтобы переродиться в чистой земле, или просто надеемся на хорошее перерождение и движемся в эту сторону, неважно. Нравственная практика в качестве базиса остается одной и той же. Мы учимся воздерживаться от неблагих путей, практиковать благие. Опять-таки, как мы помним, здесь двойственная логика конкретно в контексте чистых земель. С одной стороны, чем больше мы накапливаем благого и очищаем неблагого, тем проще нам будет попасть в чистую землю. Это, в том числе, явно проговорено в самих учениях. Поэтому одна из четырех коренных причин это накопление благих отпечатков. Но помимо этого, помимо того, что мы хотим оказаться в чистых землях, мы хотели бы и в чистых землях как можно быстрее прийти к просветлению. Это самое разумное, ведь нас должно побуждать на стремление к чистым землям не только желание избавиться от личных страданий, но и сострадания к другим. Если мы собираемся в чистых землях вариться очень долго и медленно, другие так и продолжат страдать. Стало быть, хорошо было бы хотя бы часть работы сделать уже здесь. Ну, посильную часть. Мы, может быть, не имеем возможности уходить в долгосрочные ретриты и так далее, но на повседневном уровне практиковать основы нравственности, сосредоточения и мудрости мы все можем. А что мы будем практиковать в чистой земле? Чтобы стать бодхисаттвами на этапах бодхисаттв, затем стать буддами, мы будем практиковать нравственность, сосредоточение и мудрость. Поэтому чем больше мы сейчас преуспеем в этих вещах, тем сразу более продвинутый класс нас распределят, когда мы окажемся в чистой земле. И описывая 10 благих действий, которые нам нужно совершать, Нагарджина перечисляет их очень трогательно. Не отнимать жизнь, избегать воровства, держаться подальше от чужих жен, соблюдать совершенное воздержание от лжи, сеяния вражды, грубых слов и пустой болтовни и отбросить привязанность к злобу и воззрению нигилизма. Вот каковы 10 путей благого действия. Это цитата из любимого нами текста «Драгоценная гирлянда». Помимо этих действий, разумеется, есть вытекающие из них. Например, мы не просто в противоположность убийству воздерживаемся от отнятия жизни, но и можем активно спасать жизни других. Мы не просто избегаем лжи, но и можем активно способствовать распространению правды. Опять-таки, в мудром и сострадательном ключе. Мы не просто отбрасываем злобу, но и практикуем любящую доброту. Мы не просто отбрасываем воззрение нигилизма, но и активно медитируем, размышляем, осмысляем применительно к, например, взаимозависимости или закону кармы. Именно поэтому это упражнение, где мы, например, учимся все воспринимать как кармическую видимость, это не просто важный шаг в осмыслении буддийского мировоззрения в целом. Это еще и действие, которое противоположно всей карме нигилизма, которую мы создали в прошлом. И чем больше мы упражняемся в этом, тем больше вероятность того, что в будущем мы не станем одним из тех людей, которые с пены у рта всем доказывают, что никаких перерождений не может быть, потому что их не может быть никогда, не потому что их не может быть никогда, а потому что на самом деле на подсознательном уровне для человека нестерпима мысль о существовании перерождений и о том, что он несет ответственность за все, что с ним происходит, и что еще страшнее будет нести ответственность за все, что он совершил в этой жизни. Пункт А. И Б, потому что для человека нестерпима мысль о том, что он может быть кем-то еще. Скорее всего, не белым, гетеросексуальным, православным мужчиной. Почему? Потому что мы настолько грубо цепляемся за свою идентичность, и идея о том, что мы, может быть, были кем-то иным, и будем кем-то совсем иным, и будем переживать совсем иные обстоятельства, и тогда нам нужно будет чуть удалиться от своих республиканских воззрений, для нас эта мысль тоже совершенно невообразима. В рамках этого мы, думая обо всех этих действиях, чтобы преисполниться большего энтузиазма на практику, анализируем их следствия. Так называемые четыре способа созревания. Не будем на этом подробно останавливаться. В общем-то, очень подробное учение про все, что связано с кармой, есть во всех трех зимних курсах с досточтимой Рабиной Куртин, которые можно найти у нас на сайте contemplative.ru. Слушая их, можно очень много про карму узнать и очень глубоко с этой мыслью свыкнуться. Очень рекомендую. Но все же вспомним, что любой кармический отпечаток, который мы создали в своем уме, благой и неблагой, может созреть четырьмя способами. Мы их ужимаем до трех. Первый способ, который может созреть карма, и таким способом созревают только так называемые полные или завершенные кармы. Те кармы, в которых присутствовали и объект, и намерение, и действие, и завершение. Это следствие, проявляющееся как конкретное перерождение. Если я сейчас человек, в момент моей смерти в уме моем созревает конкретная карма, и я перерождаюсь с собакой, мое перерождение собакой определяется одним конкретным кармическим отпечатком, который созрел в момент моего умирания в силу того, что так вот все сложилось. Это полностью созревшая карма. Самый максимальный, самый мощный из всех видов созревания кармы, которые вообще возможны. Потому что мое перерождение собакой будет определять весь кармический пузырь, а не только его части. Когда я пребываю в теле человека, мои переживания являются человеческими. Хотя мой ум может быть близким к животному, или близким к уму бодхисаттвы, или уму божественного существа дэвы, или уму асура и так далее. В целом спектр моих переживаний, частота, в которой я пребываю, человеческая. В рамках этого очень много всего со мной может происходить. Частота человеческого мира самая большая из всех шести миров сансары, которые описываются в буддизме. Поэтому можно пребывать вместе, очень похожим на ад, например, в Сирии в наше время. Или вместе очень похожим на рай, например, жить на 96 этаже в пентхаусе и никогда не видеть никаких признаков старения, болезни и умирания. Возможно. Это все человеческое царство. В нем существует этот разрыв. Но в целом все это проистекает из одного конкретного отпечатка, который созрел в моем уме, когда я умирал в своем предыдущем рождении. Это максимальный тип кармы. Дальше в рамках пузыря проявляются другие кармы, которые определяют те переживания, которые причине с точки зрения моего опыта, и мои умственные предрасположенности. Конкретные кармы, созревая в моем уме, определяют, например, тот факт, что люди доверяют мне или не доверяют. Люди приятным образом со мной говорят или неприятным. Люди хотят ударить меня по лицу или погладить по голове. Люди хотят подарить мне миллион долларов или отнять последнюю рубашку. Все это определяется, опять-таки, созреванием конкретных кармических семян. Но помимо этого, помимо всего, что происходит со мной как бы со стороны, опять-таки, условно-объективное, есть и условно-субъективное, точнее говоря, просто субъективное, импульсы моего ума. Например, если меня в этой жизни очень влечет к тому, чтобы красть, созрели соответствующие отпечатки, связанные с кармой воровства. Если меня очень тянет к тому, чтобы отрывать стрекозом крылышки в раннем детстве, а в зрелом возрасте я уже начинаю бомбить города, опять-таки, соответствующие кармические отпечатки и так далее. Все наши склонности за вычетом самого стремления к счастью и свободе от страданий, все наши интерпретации того, как можно достичь счастья и избавиться от страданий, проистекают из этих кармических отпечатков. Только само желание быть счастливыми и свободными от страданий — это не функция кармы, а функция природы Будды, с новополагающего уровня ума. Все остальные пожелания в рамках этого, вера в то, что счастье принесет шоколадный пирог, или вера в то, что счастье принесет, не знаю, выполнение десятилетних буддийских ретритов, — это уже проявление кармы, опять-таки. Ну и, наконец, следствие среды наших любимых, то, что особенности нашего кармического пузыря с точки зрения местности и окружения окружающих существ также соответствуют исходному кармическому семени. Ну, опять-таки, трогательнее есть описание относительно того, что вот там такая карма приводит к тому, что там будет много ущелья, не знаю, каменистых образований, выступов, колючих, колючих кустарников, или едявитые реки будут течь и так далее. У всего этого есть очень конкретные кармические проявления и кармические причины. Мы зачастую думаем, например, об очень конкретном примере. Говорится, что карма-убийство в том числе проявляется как на уровне следствия среды. В том, что субстанции в этой среде, которые должны были бы способствовать здоровью, на самом деле лишь его отнимают. И когда мы смотрим на то, с какой катастрофической скоростью увеличивается количество аллергий, в том числе аллергий совершенно смертельных, аллергий на арахис, аллергий на молоко, мы видим эту прямую взаимосвязь. Крупные общества, которые в своем выживании полагаются на забой большого количества животных и так далее, невообразимых для нас объемов животных, как мы понимаем, создают определенные кармические отпечатки. Очень конкретные отпечатки убийства, и эти отпечатки созревают, изменяют в том числе и саму среду. Внезапно один маленький боб арахиса или всего один глоток молока может убить человека. Не говоря уже обо всех остальных пищевых аллергиях, которые с очень большой скоростью продолжают разрастаться. Не говоря уже о не пищевых аллергиях, не говоря уже о том, что вообще как бы на улицу выйдешь и замертво упадешь. Все эти 10 действий мы анализируем с этой точки зрения, как благие, так и неблагие. И начинаем понимать, я не хочу жить в местности, где меня, даже если я рожусь человеком, я не хочу жить в местности, где меня, скорее всего, убьют, не хочу жить со склонностью убивать, не хочу жить в месте, где все будет какое-то корявое, ужасное, пугающее, с падающими бомбами и всем таким прочим, а хочу быть царицей морской, хочу жить в комфортных, радостных, приятных условиях и так далее. Даже с учетом моего отречения и желания затем достичь освобождения и пробуждения, я с большей долей вероятностью смогу практиковать харму, если я буду царицей морской, чем если я буду жить в современной Сирии, откровенно говоря. Поэтому мы начинаем выстраивать свои кармические кубики в уже непроизвольном порядке. Мы стараемся распределить и выстроить их так, чтобы у нас в будущем были эти ресурсы. Даже если мы знаем или думаем, что мы попадем в чистую землю после этой жизни, мы все равно простраиваем соответствующие кармические ресурсы, потому что в том числе совершаемые нами действия, хотя они и созревают в основном в будущем, все-таки сказывают все на том, что происходит здесь и сейчас, непрерывно. Поэтому со всем этим мы стараемся искусно работать. Помимо описания десяти благих и неблагих действий, которые можно было бы отдельно очень подробно изучать, разумеется, это важная часть буддийской дхармы в целом, есть другие дополнительные списки, которые тоже полезно с течением времени освоить. Мы сделаем на dharmrakshita.org специальную таблицу, на всякий случай, чтобы легко было эти вещи вспоминать. Но если кратко их перечислить, это так называемые пять деяний безотлагательного воздаяния, кармы, которые сразу после завершения этой жизни приводят к перерождению в аду, без какого-либо промежуточного состояния и какого-либо вариативности. Пять деяний, близких приносящим безотлагательного воздаяния, пять других очень тяжелых поступков, которые привносят очень мощные результаты страданий. Шестнадцать серьезных проступков и восемь извращенных деяний. Не будем на них останавливаться, если захочется, их можно все в таблице потом будет посмотреть. И как раз о них очень тоже полезно размышлять, потому что если с десятью действиями мы как-то ну худо-бедно еще начинаем ориентироваться, эти действия являются хорошей основой для периодической проверки с помощью пометования и самонаблюдения. Где мы, грубо говоря, окидывая взглядом прошедший год своей жизни, вспоминая, а делал ли я вообще вот это хоть когда-то? Или есть ли у меня привычка к этому действию? Может быть, есть смысл ее изменить. Но дальше, когда мы со всем этим разобрались, поняли, что хорошо избегать дурных действий, хорошо совершать благие, накапливая их, мы переходим к следующему пункту, который состоит в том, как очищать уже имеющиеся неблагие отпечатки. Здесь мы смотрим на особое учение Будды, которое существует только в махаянской традиции, его нет в традиции палийской, которое называется «Сутра о четырех дхармах». Это короткое учение, оно есть на русском языке, собственно, dharmrakshita.org. И в этом учении Будда Майтрее, Будда Шукимуни Майтрее, объясняет способ очищения неблагой кармы, которой пользуются бодхисаттвы. Хотя мы и не бодхисаттвы в полном смысле этого слова, может быть, но, во всяком случае, мы, по крайней мере, можем устремляться к тому, чтобы стать бодхисаттвами. То есть как бы являемся бодхисаттвами на вырос. Так что, не придумывая ерунды насчет того, что «Ой, это же, наверное, только для бодхисаттв», мы и практикуем, как Будда всё Майтрея описал. Применяем так называемые четыре силы, четыре психологических состояний, из которых складывается метод, очищающий неблагие кармические семена или ослабляющих. Так называемую силу раскаяния, которая состоит в распознавании вредоносности неблагих отпечатков. Само распознавание того, что неблагие отпечатки вредны, то есть принесут страдания, от них нужно избавиться, это и есть сила раскаяния. Что ни в коей мере, как мы понимаем, не подразумевает чувство вины и других сопутствующих умственных состояний, потому что, в простом примере, который часто приводят учителя, если с чувством вины мы, случайно проглотив яд, говорим «О, я такой дурак, всё неправильно делаю, вообще жизнь моя как-то не так складывается, я такой ужасный человек», при наличии раскаяния, это совсем другое состояние ума, мы говорим «Упс, я выпил яд, где найти противоядие?» Чисто конструктивный настрой ума. Точно так же, как те же самые конструктивные состояния могут проявляться в нашем диалоге с другими людьми. Не «Ты дурак такой, запорол весь проект», а «Давай подумаем, как мы можем всё исправить». То же самое и здесь. Сила раскаяния, которая, разумеется, проистекает из понимания самой кармы. Если мы понимаем, что неблагие действия разрушительны, возникает естественное раскаяние. Мы понимаем, что они принесут вот эти вот последствия, или вообще принесут неблагие последствия. Возникает естественная сила раскаяния. Если мы не понимаем, что неблагие действия действительно неблагие, то есть что они приведут к страданиям, сила раскаяния никогда не возникнет. Можно тогда до ума помрачения читать мантру Ваджасатвы, простираться и делать все, что угодно еще иное с точки зрения внешних телодвижений и вербальных действий, визуализировать яркий белый свет, который мы освещаем всю Вселенную или себя, или что угодно еще, поражняться в какой угодно тантре-мантре-янтре, но очищение кармы не произойдет, в всяком случае в значительной степени, потому что не было даже первого ключевого главного фактора распознавания того, что созданный отпечаток был неблагим. Поэтому сила раскаяния это всему глава. Дальше, на основе этой главы мы прибегаем к силе опоры, которая состоит в том, что мы принимаем прибежище, то есть ищем надежного направления в том, что действительно является надежным источником опоры, и порождаем бодхичитту. Грубо говоря, проявляем так называемые два вида любви. Любовь, устремленную вверх к объектам прибежища Буддам, Дхарме, Санхе, Духовным Учителям. Это любовь, которая описывается как преданность, два разных умственных фактора, и силу любви и сострадания, и силу любви, которая обращена вниз, то есть к живым существам непросветленным. По большому счету, поэтому не будет ошибкой здесь сказать, что сила опоры состоит в любви. Точно так же, как великий мастер Гарчендрин Пача всегда говорит, что вообще Дхарме есть любовь. Просто нужно правильно понимать смысл этих слов. Здесь сила опоры состоит в любви, потому что мы проявляем любовь как преданность по отношению к трём драгоценностям и духовным учителям, и любовь как сострадание, любящую доброту, в конечном итоге и бодхичитту, по отношению ко всем существам, которым мы навредили, намеренно или ненарок. И на основе этой любви, которая в этих двух своих формах пронизывает наш ум, мы применяем силу лекарства, то есть конкретные методы, которые позволяют очищать неблагую карму, которые разнообразны, присутствуют как в сутрах, так и в тантрах, и могут включать самые разнообразные конкретные действия, но по большому счёту сводятся ко всему, что благотворно, а конкретно когда мы хотим интенсивно очищать карму, в основном сводятся в тибетской традиции к весьма конкретным методам, таким как очень распространённая практика испобеди перед 35 буддами, очень важная, и некоторые тантрические методы, такие как практика ваджрасатвы, практика самая ваджи, практика акшоби в форме метрукпа и так далее. Это практики, которые широко распространены в тибетском буддизме, мы сейчас рассмотрим немножко другой конкретный пример. И, наконец, после того, как мы насовершали все эти действия, каким бы ни было наше лекарство, а лекарствами также являются и бадхичита и пустотность, более того, из всех видов лекарств, противодействующих неблагой карме, бадхичита относительная и бадхичита окончательная, то есть постижение пустотности, считаются главными. Мантры ваджрасатвы и всё остальное — это вспомогательные, второстепенные, временные средства. Главное, что очищает карму, это два вида бадхичиты в конечном итоге. Но когда мы со всем этим как-то взаимодействовали, мы, наконец, порождаем силу решимости. То есть зарождаем мощное намерение не совершать неблагих действий вновь, или не проходить снова по неблагим путям действия вновь, по крайней мере, в обозримой перспективе. Если мы не можем обещать этого навсегда, мы, по крайней мере, обещаем этого чего-то там не делать, день, час, минуту или хотя бы несколько секунд, как получится. Тем самым оставляя благие отпечатки, благие отпечатки намерений, благую карму, которая в конечном итоге настолько разрастётся, если мы будем её стимулировать, что заменит собой сорняк. Когда мы порождаем силу решимости, мы создаём благую привычку. Я не буду убивать ни в коем случае. И буду, может быть, даже спасать жизнь. В то же время у нас есть неблагая привычка — привычка убивать. Привычка, в силу которой мы на автомате тянемся к тому, что тянем руку и раздавливаем комара, даже не задумавшись о том, как мы это делаем, почему, зачем живо ли это существо, что будет дальше и так далее. Разрастаясь, благотворная привычка, поскольку мы продолжим её стимулировать этими практиками и вообще своей жизнью в дхарме, вытеснит неблагою. Это первое, что мы делаем. Мы применяем эти четыре противодействующие силы, очищаем карму. Это, собственно, основа так называемых практик очищения, которые дополняют так называемые практики накопления, накопления благих отпечатков, про которые мы поговорим подробнее, когда будем говорить про вторую из четырёх причин для перерождения в сухавате. Но вторая вещь, которую мы можем делать с кармой, и которую также очень важно осмыслять, изучать и практиковать, в том числе в контексте чистых земель, потому что это вещь общая для всей дхармы, это преобразование уже созревшей неблагой кармы в путь. Созревшая неблагая карма — это страдание или дискомфорт, который присутствует уже сейчас. Если мне прямо сейчас дискомфортно, что-то чешется, колется, голова болит, или может быть у меня смертельное заболевание, или может быть я беден и так далее. Любые виды дискомфорта. Это созревание неблагой кармы, опять-таки, в рамках этого нашего кармического видения. Дальше встаёт вопрос о том, что я с этим могу сделать. Но моя способность что-то с этим сделать зависит от того, насколько хорошо я владею методами дхармы в целом. И, разумеется, в тибетской традиции есть специальные учения, относящиеся к общему жанру тренировки маладжон, которые посвящены как раз-таки напоминаниям о том, как неблагие виды кармы и благие виды кармы можно преобразовать в путь более интенсивно. Один из таких текстов написал, ну, текстов этих очень много, разумеется, и это объясняется в том числе и в 37 практиках Бодхисаттвы, и во многих других источниках. Но один из относительно недавних текстов, текстов XIX века, написал великий мастер III Додрубчен III. Этому тексту очень часто учат. Мы его в том числе обсуждали в цикле про тибетский буддизм самых азов. И в этом тексте автор в том числе нам напоминает. Любое возникающее неблагое переживание может быть основой для того, чтобы укрепить нас в понимании непостоянства, отречения, прибежища, понимания кармы, бытхичитты, любви и сострадания и всего такого прочего и так далее. Не говоря уже о том, что есть также тексты тренировки ума, которые объясняют, как можно использовать возникающие неблагоприятные переживания как опору для тантрической практики особыми способами. Все это как бы доступно. Но на самом простом уровне, даже если мы пока не устремляемся в эти космические дебри и помним про сущность, сущностное ядро практики чистых земель, мы помним, что сущностное ядро состоит в том, что мы одновременно испытываем отречение и обращаемся к прибежищу и бодхичитте. Мы видим дефекты сансары, мы желаем уйти от страданий и увести от этих страданий других живых существ. Это основа, во что мы упираемся своей толчковой ногой. А дальше нам нужно вторую свою ногу куда-то поставить. И это то, куда мы ставим, это опять-таки прибежище и бодхичитта, которое, как мы сказали, мы можем свести к любви. Мы в силу любви к возможному состоянию свободы устремляемся к трем драгоценностям и в силу любви к живым существам желаем стать Буддой и освободить их от страданий и их причин. Прибежище и бодхичитта, которые проистекают из понимания дефектов сансары, дефектов нашего нынешнего ограниченного существования и всего такого прочего. С одной стороны, то, от чего мы уходим, с другой стороны, то, к чему мы стремимся. Две вещи, которые, по сути своей, сводятся к любви и состраданию, которые обращены и на нас, и на других. Так вот, в рамках этого, просто помня о том, что все возникающие неблагие переживания — это основа для нашего отречения, дополнительное топливо для нашего отречения и дополнительное топливо для нашей практики чистых земель, мы и продолжаем, может быть, практиковать понемножку свой метод, который с точки зрения внешней формы может быть очень простым. Настолько же простым, как повторение собственной имени Будда Амитапхи, которую мы дальше насыщаем внутренним содержанием. Отсюда цитата из одного из замечательных учителей японской традиции дзёдосин XX века, Тайты Цууна. «Силой великого сострадания центростремительная озабоченность собой обращается в центробежную заботу от других, без обнуления или устранения кармического зла». То есть, в силу великого сострадания Будда Амитапхи, которая нас пронизывает, а это, по сути, наша собственная природа Будды, без необходимости просто очистить всю свою неблагую карму и потом сидеть такими очищенными и уже озарять всех своей любовью и состраданием, все возникающие с нами неблагие переживания мы обращаем в то, что может уводить нас от озабоченности собой цепляния и себелюбия или эгоцентризма к живым существам, к открытости, которая в конечном итоге есть пробуждение. То есть, та же самая неблагая карма, которая обычно бы просто заставила нас ещё больше сжаться, как улиточка, и думать о том, какие мы несчастные и бедные, и больные, и старые, или молодые, или какие угодно, и все вокруг нас, ну, всё, что угодно, и ещё мы-то. Развернуть всю эту концептуальную историю, та же самая боль, например, физическая или эмоциональная, при искусственном использовании обращается в то, что раскрывает нас наоборот ко всем. И дальше другая важная фраза, и очень занимательная для наших размышлений. Это может показаться нелогичным и неразумным. Ну, правильно, как же, даже в ньюэйджерских кругах, как мы обычно себе всё представляем. Ну, нужно там вот чистить карму, и кишечник, и всякое другое. Всё нужно чистить, потому что пока ты всё не очистишь, всего хорошего не будет. Логично. Но в буддийском контексте мы немножко по-другому это осмысляем. Мы одновременно очищаем и перехватываем то, что уже есть. Вместо того, чтобы позволять нашим омрачениям использовать неблагую карму, чтобы себя ещё больше напитать, обычно они это и делают, наша привязанность использует любую возникающую у нас боль для того, чтобы ещё больше себя напитать. Бесконечный цикл страха. Чем меньше удовлетворена моя привязанность, я испытываю боль, тем больше я боюсь, и в силу этого привязанность ещё сильнее. Этот круг бесконечно повторяется. Здесь наоборот. Чем больше моя боль, связанная с неудовлетворённой привязанностью, тем больше я могу обратить её в сострадание и любовь, которые противоположны привязанностью, противоположной энергии страха. Это может показаться нелогичным и неразумным, но это возможно, потому что в буддизме у зла нет никакого онтологического статуса. Вот это очень важная мысль, которую мы опять-таки в своих греко-римских, где и христианских представлениях не всегда осознаём достаточно насущно. В всех этих греко-римских и христианских и каких угодно философских системах ставится вопрос о происхождении зла. Это один из главных вопросов философской мысли в христианстве, в том числе откуда взялось зло. И разные мысли на этот счёт ставятся, соответственно, предлагаются. Кто-то может думать, что зло существует, потому что без зла не может быть добра, а стало быть, оно часть божественного плана в целом. Кто-то предполагает, что зло существует, потому что что-то пошло не так. Ну, в частности, был там один такой дяденька, Люцифер, и вот он, значит, восстал. И, значит, если мы из конформистов, то мы, значит, будем его осуждать, потому что бесы-бесы обступили и продыху не дают. А если мы, как бы, если нам 13 лет, и мы полуэльф, то мы будем его восхвалять, потому что, ну это же так романтично, он... И, как бы, вот на этом где-то спектре, где у зла есть какой-то онтологический статус, мы привыкли двигаться. В меньшей степени это даже грекам или римлянам можно приписать, это чисто идеохристианская, по большей части, история. Ну, не в том смысле, что виноваты иудеи и христиане, потому что, как бы, это и в зероастризме всплывало, и вообще везде. Вот эта идея о том, что у зла есть какой-то онтологический статус, это о том, что зло — это вещь, которая реально существует или должна существовать. Либо существует, так уж получилось, либо должна существовать, так было предназначено. И нам надо как-то с этим жить. В противоположность этому у буддизма совсем иное отношение ко злу, которое состоит в том, что зло — это просто глупость. Все зло, в смысле все страдания, все мучения и все стремления причинять другим страданиям и мучения проистекают из непонимания. Отсюда любимая мной аналогия, которую приводит великий и ужасный Чаген Трунква. Мы привыкли очень, опять-таки, романтизировать свои омрачения. Отсюда любимая нами фраза про внутренних демонов. Ну, а что там сегодня, не знаю, с Леной? Почему Лена сегодня не пришла? Она обуреваема своими, она борется со своими внутренними демонами. Ну и у нас сразу зарисуется такая картина, там что там... Ну, какая угодно у нас может рисоваться картина. Может быть, о том, что она с бокалом виски сидит, может быть, о том, что она мечт посуду или, может быть, пьет антидепрессанты, что угодно. Но какой-то антологический статус мы всему этому приписали. Так вот, комментируя это наше соображение, весьма романтичное и возвышенное, потому что, ну да, это зло, но в нем тоже есть своя красота и возвышенность, Чаген Трунква напоминает нам о том, что на самом деле наше омрачение — это не внутренние демоны, а вонючие подмышки. Аналогия очень понятная. Когда мы говорим о том, что, например, мой гнев или моя раздражительность, или моя гордыня — это мои внутренние демоны, мы приписываем этому весьма романтичный статус. Но когда мы напоминаем себя о том, что мой гнев, моя раздражительность, моя лень, моя тупость, все что угодно, все мои омрачающие факторы — это всего лишь неприятный запах, который возникает, потому что я не помылся, и причиняет страдания другим совершенно точно, и, вероятнее всего, и мне, в силу обратного социального эффекта, вся эта романтичность сразу рушится. И также рушится наша вера в то, что это что-то реально плотное, существующее, с ним нужно бороться, у него есть антологический статус, потому что, чтобы избавиться от запаха из подмышек, нужно просто помыть подмышки, ну и при желании все остальные части тела тоже. В рамках этой тронгпианской модели буддизм со всем этим взаимодействует. Если вернуться на краткие полторы минуты к идее очищения кармы и, собственно, практикам чистой земель, которые мы здесь можем применять, точно так же, как мы обсуждали раньше практики долгой жизни, которые в этой традиции могут использоваться, в дополнение ко всему многообразию самых разнообразных методов, связанных с другими медитативными образами и так далее, есть, разумеется, и практика очищения кармы, или несколько практик очищения кармы, или большое количество практик очищения кармы, где мы вписываем четыре противодействующие силы не в практику ваджасатвы или 35-ти будд, или каких угодно других образов, а именно в практику, связанную с буддами и тапхой. Потому что раз уж мы практикуем чистые земли и стремимся к сухавате, зачем все разносить на 10 миллионов разных божественных образов, когда можно сосредоточиться на одном. Тем более, что, зная одно, освобождается все. Практика очень простая, у него много вариаций, но одна из вариаций описывается великим мастером кармы Чагмы в его кратком цикле по единству Махамудры и Дзакчан. Есть развернутый цикл, есть краткий. И вот в кратком цикле карма Чагмы предлагает практикующему представить Амитабху над своей макушкой, Будду Амитабху, как единство всех духовных учителей, всех Будд, всей Дхармы и всей Санки. Так называемая традиция единой драгоценности это называется, когда все хорошее слилось в одном образе, и оно у нас над макушкой в данном случае. Практикующий представляет, Будду Амитабху у себя над макушкой на лотосе и лунном диске, и дальше применяет четыре противодействующие силы, порождая эти четыре состояния ума. Это очень важно. Это сущность очищения. А в качестве технического метода делая следующее. Раскаиваясь в своих прошлых дурных деяниях, прочти исповедь и повторяй шесть слогов. В данном случае шесть слогов ума не падмехум, чтобы из тела Амитабхи стекало подобное молоко Амрита, которое проникает через родничок и заполняет все твое тело. В силу чего вся дурная карма и завесы в форме грязной жидкости выходят через нижние врата и подошвы стоп и устремляется вниз в землю, чтобы их там выпил яма владыка смерти, что удовлетворяет и насыщает его взамен твоей жизни. Твое тело становится чистым, подобно хрустальному шару. Элементы практики, которые многим практикующим тибетской традиции знакомы по другим очистительным практикам, просто здесь все то, что мы могли бы отдельно практиковать с помощью метода вальджасатвы, еще вот этого, еще вот этого, карма чагмы и соображений объединения всего в одном контексте, все сводит к практике Амитабхи. И вся вариативность здесь проявляется в том, что представляя Амитабху, мы при этом повторяем все-таки мантру Мани Падмахум, которую чаще ассоциируем, разумеется, с Валакитешварь, Будды Великого Сострадания. Но это здесь делается не случайно, потому что в этом учении карма чагмы Амитабха, Валакитешвара и Падмасамхава рассматриваются как три аспекта одного и того же. Образ используемый — это все равно образ Амитабхи, в данном случае, когда мы говорим о нашей макушке. А мантры могут использоваться в разных контекстах разные. И здесь карма чагма описывает это как высший способ исповеди. Нет нужды, собственно, метаться между 10 миллионами разных очистительных практик, просто делай это, повторяя шестислоговую мантру, визуализируя Амитабху как единство всех просветленных существ, выполняй эту практику, порождая четыре противодействующие силы, и, собственно, очищение произойдет ничуть не хуже, чем с любым другим очистительным методом. Это тантрическая практика по происхождению, поскольку мы в ней визуализируем нектар и повторяем, собственно, мантру, а не просто тхарань и так далее. И можно использовать ее, мы добавим ее в направляемой медитации на SoundCloud в соответствующем плейлисте для тех, кому удобнее медитировать с руководством голоса, если есть вообще желание все это попрактиковать. Но другой вариант, ничуть не менее простой, элегантный, возвращает нас к исходной практике, которую мы обсуждали, когда приводили примеры практик чистой земли. Собственно, к практике пометования о Будде, в данном случае о Будде Амитапхи, посредством повторения его имени. Точно так же, выходя за контекст конкретной практики кармы-чагмы и думая о практиках в целом, мы могли бы визуализировать Амитапху у себя над макушкой или перед собой, и, визуализируя свет, или одновременно свет и нектар, повторять имя Амитапхи, либо просто слово Амитапха, накапливая, как мы помним, много повторений, вплоть до 6 миллионов, что образует один полный цикл, либо имя Амитапхи с восхвалением, наму амитабая в правильной санскритской грамматике, наму амитов в китайской, наму амитабутсу в японской и так далее, либо при желании тантрическую мантру Амитапхи ум амидэвахри или ум амитабахри. Все эти варианты, даже если нам не хочется уж на шаг отходить и использовать ум анипадмахум, а ум анипадмахум полностью равнозначны. Если мы используем с 4 противодействующие силы очищения происходит, то же, что мы здесь используем, амитабху и все такое прочее, это только из наших собственных эстетических предпочтений, потому что, может быть, выстраивая все вокруг практики чистой земли, мы не хотим разбрасываться на 10 миллионов образов божеств или просто не способны столько изучить. Даже в этом случае один образ освобождает все. На этом, собственно, завершим и продолжим как-нибудь в следующий раз. Спасибо! 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 Спасибо!